Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. 1 ноября и давайте посмотрим с чем у нас открывается текущий торговый месяц и начнем как всегда с пары евро-доллар. На текущий момент по паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется, пара так и не может преодолеть максимальное значение предыдущих торговых сессий именно понедельника среды, поэтому пока приоритет остается непосредственно продажам. Ближайшая цель это преодолеть минимальное значение в области 1.1614, это минимумы, которые были зафиксированы вчера для возобновления уже продаж в рамках часового таймфрейма. В свою очередь, если мы увидим пару выше отметки 1.1664, то есть закрепление за максимальным значением вчерашней торговой сессии, то данный сигнал даст нам предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по паре евро-доллар, но пока тенденция остается на ослабление в приоритете. Пара британский фунт, американский доллар после преодоления максимальных значений 27 октября продолжает укрепляться, были преодолены максимумы также, которые были зафиксированы 26 октября и на текущий момент тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма сохраняется. Ближайшие цели по движению это закрепиться выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, то есть уйти выше отметки 1.3289 и далее пойти на 1.3355. Отмена данного сценария и возврат к продажам уже будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.3190. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра пытаются закрепиться выше максимальных значений 30 октября, пока это удается, что в краткосрочной тенденции нас возвращают к покупкам по данной паре и говорит о завершении коррекционного нисходящего движения, которое мы видели в начале этой недели. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара торгуется выше минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.112.96. Ближайшие цели по восходящему движению это обновление максимальных значений 27 октября, а именно уход за отметку 1.114.32. Пара американский доллар и канадский доллар сегодня вчера уходят выше максимальных значений, которые были зафиксированы 30 октября, что в свою очередь краткосрочно подтверждает продолжение покупок по данному активу, соответственно сохранение тенденции восходящей. И ближайшая цель на текущий момент это обновить максимальные значения 27 октября, уйти за отметку 1.29.18, тем самым мы получим подтверждение на продолжение восходящего импульса. Возврат за минимальные значения, которые были зафиксированы 30 октября 31 октября за область 1.28.23 вернет нас уже к продажам, то есть скажет нам о начале коррекционно-нисходящего движения по данной паре. Пара австралийский доллар и американский доллар вчера к концу торговой сессии мы видели закрытие рынка ниже открытия, преодолели минимальные значения, которые были зафиксированы 30 октября, поэтому пока краткосрочно мы корректируемся и тенденция остается в приоритете нисходящая, по крайней мере до тех пор, пока мы вновь не обновим максимум в области 76.90, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Пока торгуемся ниже данного уровня, краткосрочно продажи будут в приоритете. Пара еврофунт продолжает снижаться, сегодня мы уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 87.63, поэтому тенденция сохраняется, и ближайшие цели по нисходящему движению это область 87.41 и далее 86.52. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 88.23. Золото на текущий момент продолжает укрепляться. Вчера мы подходили к минимальным значениям, которые были зафиксированы 30 октября, но преодолеть их так и не смогли, поэтому пока мы остаемся в тенденции, восходящей по золоту с ближайшими целями движения на отметку 1278 долларов за тройскую унцию, далее 1283 и далее 1305. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1267 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает укрепляться. На текущий момент ближайший разворотный уровень находится в области минимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно за уровнем 60.59. На текущий момент ближайшие цели по восходящему движению – это движение в область 62.52. Индекс DAX открылся после выходных дней с небольшим гэпом, и мы уже видим движение восходящее. Собственно, здесь ничего не меняется. Тренд восходящий сохраняется, и сегодня мы видим уже торговлю в области 13349. На текущий момент ближайший разворотный уровень, ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить – это область 13197, минимум, который был зафиксирован 30 октября. Ну и по биткоину. Вчера в день своего рождения были обновлены исторические максимумы в области 6387. Сегодня также эти максимумы уже были обновлены, доходили до отметки 6429 долларов за один биткоин. Поэтому на текущий момент тенденция также остается на укрепление по данному инструменту. И ближайший разворотный уровень по паре биткоин к американскому доллару находится на минимальных значениях 31 октября в области 6067. Уход за этот уровень уже даст предпосылки на начало коррекционного движения по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего торгового месяца. И увидимся уже на наших следующих обзорах. Также напоминаю, что не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео, и писать ваши комментарии и пожелания. Всем желаю хорошего дня и до свидания.